Добрый день, друзья мои коллеги, это обзор рынковой компании Тикнио с именем Артур Дзятудов. На рынке сейчас циркулирует довольно противоречивая информация о вспышке коронавируса. Китай докладывает о последовательном снижении числа новых случаев и смертей, понижает уровень угрозы в отдельных городах, в то время как остальной мир готовится к пандемии. Во вторых орган, ответственный за борьбу с эпидемией в США, заявил, что население пора готовиться к вспышке коронавируса внутри страны, к локальной трансмиссии. И единственным ясным моментом остается лишь интенсивность протекания вспышки. Число подтвержденных случаев в Южной Корее выросло на 284 в среду человека, в Италии на 32 и на 44 человека в Иране. Власти, в свою очередь, заявили, что не собираются подвергать карантину отдельные города или области, что, вероятно, говорит либо о значительном масштабе распространения инфекций, либо о высоких экономических издержках карантина, либо об этих двух опасениях, об этих двух предположениях вместе. Неофициальные оценки числа заразившихся в Иране достигают сейчас значения в 18 тысяч, что уже говорит о реалистичности официальных данных. Если, например, вот на недавнем видео с замминистром здравоохранения Ирана, можно видеть, что у него проявляются первые симптомы заражения коронавирусом. Симптомы проявились на пресс-конференции, на которой он по иронии сообщил, что вспышка, что распространение инфекции сейчас находится под контролем. Вспышка инфекции охватила уже более 30 стран. Часто в очередь за пределами китайского составляет около 300 человек. Золото завершило необходимую коррекцию вчера. Можно видеть, что оно спускалось до уровня 1620 долларов за троску. Почти еще спускалось до уровня 1620 долларов за троску. Сегодня произошло восстановление после коррекции до уровня 1650 долларов за троску. Сейчас ключевым уровнем сопротивления является уровень 1650, на котором вчера развернулась борьба между быками и медведями. Устойчивый медвежий уровень сейчас в текущей ситуации маловероятен, так как растут риски пандемии. И завершение торгового дня выше 1650 долларов за троску. Должно позволить покупателям нарастить все-таки давление. Говоря о ценах на нефть, марка Ритяна спустилась ниже уровня 50 долларов за баррель. В ходе основательного пробоя после масштабной коррекции до 54 долларов за баррель. И дальнейшее снижение на фоне рисков пандемии, а из этого следует возможный шок спроса на родоносители, становится все более вероятным, более вероятным, чем повторный отскок, для которого сейчас нет существенных катализаторов, так как ОПЕК и Россия не смогли прийти к общему знаменателю по координации предложений. С технической точки зрения видно, что цена сейчас повторно пробила зону сопротивления, которая у нас уже достаточно длительное время, весь прошлый год практически защищала цены от дальнейшего снижения. Здесь покупательский спрос находился немалый, и, соответственно, цены отскакивали. Но сейчас после коррекции подошел отбой, сейчас достаточно сильно медведи наращивают давление, и так как нет существенных, как я уже сказал, катализаторов для возобновления роста, как ОПЕК у нас не может дать, сгенерировать положительный шок в предложении, то сейчас рынок всецело сосредоточен на перспективах спроса, которые совершенно не радужны сейчас. Снижение европейских фондовых индексов говорит нас о том, что фондовые индексы в США продолжат, наверное, нести сегодня потери, требуя от чиновников ФРС нового сокращения ставки на ближайших наседаниях. Сейчас спекуляции, в основном, сосредоточены на июньском наседании, когда, скорее всего, ФРС, возможно, стоит будет вновь призадуматься о снижении процентной ставки. Тем не менее, член Совета директоров ФРС Ричард Кварьда заявил во вторник, что сейчас пока еще рано говорить, рано спекулировать о негативных последствиях коронавируса на экономику США. Если говорить в целом, темпы роста заболеваний в Китае, исключая эпицентры Хубей, снизились до минимума 20 января. Власти зафиксировали всего 9 случаев заражения. И такие цифры позволяют надеяться, что жесткие меры карантина приняты и в других странах, хоть они и будут нести значительный экономический ущерб, как показала ситуация в Китае. Повышение уровня осведомленности населения о вспышке, повышение температуры в связи с наступлением весны, что распространяет, что для вирусов очень характерно, что это распространяет и остановит их распространение. Все эти меры в конечном итоге позволят в итоге взять вспышку вируса под контроль, но это не исключает того, что экономический ущерб будет значительный. И ожидание того, что вспышка вируса будет взята под контроль через время, которое можно спрогнозировать, то есть есть ожидание того, что вспышка будет взята под контроль, это сдерживает пессимизм сейчас на рынке, но в целом в только срочной перспективе все равно продолжает нарастать сейчас медвежье давление, в частности по нефти, что говорит о том, что рынок ожидает снижение спроса, спроса на энергоносители, и значит, что другие активы у нас, которые завязаны на нефть, они также у нас продолжат снижаться. Ну, сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.